За праздничные выходные в главном роддоме республики появились на свет 56 малышей. Больше девочки – две двойни. Малыш Степан уже почти готов к выписке. Дома маленькое счастье ждет большая семья. Старше 16 лет. Разница у нас очень большая. Мы очень долго ждали этого чуда. И наконец-то оно случилось. А так мы приемная семья. Я воспитываю. Это будет наш шестой ребенок. А я родила на Рождество. Всем сделала подарок своей семье. Второй сынок. Процент повторно родящих высокий. Это позитивный показатель, говорит главврач перинатального центра. И все-таки общая тенденция пока, увы, идет на спад. Очевидные показатели по республике в целом. Мы потеряли около 4 тысяч родов за 5 лет. И для перинатального центра тоже. За 6 лет в 2014 году у нас было 3 900 родов, в этом году 2 800. Даже без одного 2 – 799. Это значительное снижение. Региональный семейный капитал 150 тысяч за третьего ребенка поправил ситуацию с появлением многодетных семей в Коми. А после третьего, говорят опытные родители, уже ничего не страшно. Родила пятую девочку. Два мальчика еще дома. Получается, восьмой ребенок. Новая мера поддержки – 150 тысяч за первенца. Вот главный подарок семьям республики, которые уже мечтают, но еще не решились на рождение ребенка. И, конечно, тем, кто уже сделал верный шаг в жизни. Содержать, конечно, воспитывать все равно тяжело. Это понятно в наших условиях. Ну, сейчас поддержка у нас же в республике Коми с 1 января. Всем известно, матка капитал на первого ребенка дает. Вот. А так, ну, все равно дети – это радость. Один точно должен быть. Как раз благодаря поддержке и со стороны республики, и там уже создана некая платформа, мы решились на первого ребенка. Это поможет, да, либо на образовании ребенку, либо еще куда-то. Дополняя федеральный материнский капитал, республика в итоге поддерживает и молодые, и многодетные семьи. Несколько счастливчиков уже оформили документы на получение сертификата. Подать заявку можно в центрах социальной защиты или, не выходя из дома, через портал госуслуги. У нас есть первые четыре заявки, хотя мы, конечно, понимаем, что у нас каждый день появляется пять первенцев, то есть пять первых детей рождается в Коми. Понятно, что эта цифра будет увеличиваться день за днем, но все наши службы, все центры социальной защиты во всех двадцати муниципалитетах готовы. Нет никаких проблем у граждан, потому что никаких дополнительных условий, ни доход, ни длительность проживания в нашем регионе, ничего, никаких дополнительных условий нет. Все семьи, в которых появился первенец после 1 января 2020 года, имеют право на региональный семейный капитал. Новый демографический закон Сергея Гапликова полностью вступил в силу. Это целый комплекс дополнительных мер поддержки семей с детьми в Коми. До 2022 года на его реализацию уже заложены средства по миллиарду триста. Кроме регионального семейного капитала за первенца, впервые всем беременным женщинам, ставшим на учет, полагается приятный бонус – тысяча рублей в месяц. Увеличивается республиканское пособие на ребенка, мат, помощь на покупку одежды и сумма на проезд школьников и студентов из многодетных семей. А компенсацию за садик могут получать практически все родители дошколят республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok